Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить обзор» и краткий анализ наиболее заметных рязанских событий. Главная тема сегодняшнего выпуска в кратком изложении выглядит следующим образом. К нам приехал подробности визита в Рязань патриарха Кирилла. День отца. Накануне этого нового для России праздника рязанские судебные приставы провели рейд по алименщикам. Хулиганству – бой. Последнее известие от рязанских правоохранителей. Ну а теперь обо всем подробнее. Начнем с визита патриарха, которого так долго ждали в Рязани. Предстоятеля Русской Православной Церкви в рязанском народе вспоминали все чаще. Начиная, пожалуй, с этого мая. Знающие люди поговаривали, что в середине июня должен быть в наших Палестинах. И вот совершилось. В минувшую субботу вокруг храма во имя Иоанна Кронштадтского в Гороще собрались многие толпы жаждущих увидеть воочию патриарха Московского и всеяруси Кирилла. Патриарх Кирилл в миру Владимир Михайлович Гундяев родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Фамилия предков происходит от древнего мордовского имени Гундяй. Отец Михаил Васильевич Гундяев, главный механик Ленинградского завода имени Калинина, впоследствии священник-мать Раиса Владимировна Гундяева, преподавала в школе немецкий язык. После восьмого класса будущий предстоятель поступает в Ленинградскую комплексную геологическую экспедицию, работает техником-картографом. В 65-м поступает в Ленинградскую духовную семинарию и затем в Духовную академию. В апреле 65-го года митрополитом ленинградским и новогородским Никодимом Владимир Гундяев был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. Далее началось восхождение. Духовная академия с отличием, степень кандидат богословия, преподавательская деятельность. В 28 лет отец Кирилл становится ректором Ленинградской духовной академии и семинарии. В 76-м году посвящен в сан епископа Выборжского, через год становится архиепископом. Далее отец Кирилл управлял патриаршем приходами в Финляндии, нес служение архиепископа Смоленского и Вяземского. В 91-м указом патриарха Алексея II возведен в сан-метрополита. 6 декабря 2008-го, после ухода из жизни предстоятеля, тайным голосованием избирается патриаршем-местоблюстителем. В этом же декабре обозначил принципиальную позицию, заявив журналистам, что выступает категорически против любых реформ в церкви. Также, находясь с визитом в Туле, сказал, что главным критерием в оценке деятельности церкви должно стать нравственное состояние общества, а не заполненные храмы. В Рязани патриарх, напомним, осветил самый новый городской храм в честь святого Иоанна Кронштадтского, выстроенный на территории бывшего сквера возле Дворца Младежи, это район Гурощи. Кстати, надо обязательно отметить, что в ходе строительства обновлялся и сам сквер. Здесь появились новые дорожки, детская площадка, фонари, лавочки. Красиво стало, что тут долго говорить. О том, как проходило освящение храма, в репортаже Глеба Галушкина. Свой визит в Рязанскую метрополию святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл начал с посещения храма в честь святого Иоанна Кронштадтского. Здесь он совместно с митрополитом Рязанским и Михайловским Вениамином и прибывшим на несколько дней экзархом Белоруссии Павлом совершил освящение новой церкви. Надо сказать, что помолиться к храму в честь Иоанна Кронштадтского в Гурощу пришли сотни горожан. Церковь просто не могла вместить всех желающих и для прихожан прямо на улице установили большие мониторы, на которых транслировалось богослужение. После совершения литургии патриарх московский и всея Руси Кирилл сказал, что освящение нового храма это большое событие для Рязани. Глава русской церкви отметил, что в каждом большом современном городе есть проблема недостатка православных храмов в микрорайонах, где живут люди. Согласны с этим мнением и простые горожане. Сегодня везут к патриарху. Какие чувства у вас вызывает этот день? Вот до слез. Очень приятно. Мне кажется, это будет запоминание на всю жизнь. Заходили на территорию, все смотрели и нам понравилось. Это наш район. Здесь надо бы кратко напомнить историю строительства Рязанского храма во имя Иоанна Кронштадтского. Господь для того держит нас на земле, чтобы любовь к Богу и ближнему всецело проникла в наши сердца. Этого и ждет он от всех. И это цель стояния мира. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. История возведения храма в Рязани началась в 2008 году. Жители и благотворители обратились к архиепископу Рязанскому и Касимовскому Павлу с целью предложить рассмотреть возможность строительства храма в Горроще. Владыка это дело благословил и предложил осветить храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в связи с празднованием столетия со дня его блаженной кончины. В мае 2009 была освящена территория будущего храма. 27 ноября состоялось освящение закладного камня. Автором проекта стал архитектор Спаспреображенского монастыря Иерей Константин Камышанов. Именно он написал о европейской традиции размещения на узловых точках городского пространства так называемых акцентных зданий, символизирующих приоритеты. Это ратуши, храмы, театры, суды, музеи. Таким образом, общество подчеркивает, что его основой является право, культура, религия. А у нас, увы, доминантами являются торговые центры. Ничего не скажешь, архитектурно точно выстроена мысль Зодчева. Он прав, и положение дел надо исправлять. Примерно об этом говорил и предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский в Сеярусии Кирилл на встрече с руководством ЦФО и региона. Более 500 тысяч человек, сказал он, проживают в городе Рязани. Конечно, количество храмов не соответствует той средней единице по России, когда на 10 тысяч человек приходится один храм. Далее Патриарх проследовал в Успенский собор Рязанского Кремля. Кстати, одну из первых своих литургий он служил именно в этом храме. Продолжает свой рассказ Глеб Галушкин. Патриарх Московский Кирилл посетил Рязанский Кремль. Здесь, прежде всего, он осмотрел Успенский собор и вспомнил историю о том, как вместе с рязанским епископом Симоном совершил практически первую архиерейскую службу после долгих лет запустения. Это было уже очень давно, даже не могу вспомнить это время. Но тогда все это принадлежало музею, и после долгих согласований было получено разрешение, и мы с владыкой Симоном, и с напамятным владыкой Рязанским Симоном совершили здесь божественную службу. О Рязанскому духовенству патриарх Кирилл пожелал укреплять веру православную в народе, ведь в ней наше спасение и для страны утверждение, сказал глава Русской Православной Церкви. К другим темам. Вчера в России отмечался День Отца. Это один из молодых наших праздников. Он пока не отмечается официально, однако в скором времени, возможно, наберет силу. Главным образом в этом могут посодействовать женщины. Они же матери, будущие и действующие. С папой спрос, конечно, особый. Это только в песне папа может все, что угодно. В жизни часто бывает, что родной батюшка и то, что по закону обязан, не делает. В этом регулярно убеждаются и рязанские судебные приставы в ходе рейдов по так называемым алименщикам. Вместе с исполнителями разыскивала должников Оксаны Тебенихина. Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов провели месячник по работе с должниками-алименщиками. Работа по взысканию долгов началась еще в мае месяце. Связано это с приближением сезона отпусков. Ограничение права выезда за пределы Российской Федерации – вот самый действенный метод в борьбе с должниками. Наступает летний период, наступил уже сезон отпусков, и, соответственно, ограничения права выезда, они, наверное, более актуальны. Значит, большое количество должников выезжает за пределы Российской Федерации для отдыха. Ну и чтобы, как говорится, выезжали без долгов, такая мера действует. Это алименты, имущественные налоги, потом все судебные решения с суммой до 10 тысяч. За последнюю неделю три должника по алиментам оплатили за должность, и ограничения были сняты. Рейды приставов все чаще стали проходить совместно с другими управлениями. Например, сотрудники ОФССП стали нередкими гостями на постах ГИБДД, да и в областной налоговой. Взаимодействие структур облегчает работу судебных приставов. 8 тысяч нерадивых папаш и около трех сотен таких же мам. Такими были результаты по окончанию месячника. А ведь днем раньше во всех странах отмечался День Отца. Вот такие у нас в регионе есть папы. Только и могут, что демографическую ситуацию поддерживать, но только не обеспечить материально. Ну, как говорится, и на том спасибо. Продолжая тему, надо сказать, что изначально День Отца был придуман в Соединенных Штатах. Некая мисс Донт решила изобрести такой праздник, чтобы сказать пару ласковых, причем в самом прямом смысле слов, своему дорогому папе. И сегодня, возвращаясь из рейда по алименчикам, наш автор решили выяснить, а как поздравить наших рязанских отцов, наши, соответственно, рязанские мамы. Что пожелает, какие добрые слова и наставления дадут. Ну, вот что получилось. До здоровья, побольше терпения, чтобы побольше заботиться о своих детях не бросали и поставляли. До здоровья, благоразумия, хорошей работы, хороших денег и детей здоровья. Ну, без вопросов. Вот какое-то пожелание мужчинам. Детей любить, наверное. Ну и все. Еще еще отцов надо, больше ничего не надо. Еще чуть-чуть о праздниках. Как известно, на днях Россия отметила День независимости. Он праздновался в Рязани широко, на нескольких площадках, в главных парках столицы области. Один из концертов прошел в ДК Приокском. А свой парковый подарок получили местные шахматисты. Перед собравшимися выступили коллективы ДК, в том числе ансамбль народной песни «Россияночка». А затем публику пригласили на открытие нового инфраструктурного объекта, прилегающего к ДК, парка имени Гагарина. Ко дню России тут появилась беседка для шахматистов Приокского поселка. Именно они обратились городским властям с просьбой соорудить такой объект. С помощью представителей бизнеса общества наказ шахматистов был выполнен. Беседка получилась любо-дорого посмотреть, чему искренне радовались не только шахматисты, но и рядовые жители Приокского поселка, прогулившиеся в этот день в парке. Уже ко дню города в беседке планируют организовать первые серьезные соревнования, а парк Гагарина продолжит преображаться. Сегодня рязанские полицейские сообщили о задержании странного гражданина, который развлекал себя поджогом венка на пламени вечного огня, это на площади Победы. Сообщили о таких диких игрушках великовозрастного хулигана местные жители. Я только непонятно, кому там. Сначала одному, потом второму, потом третьему. Что там все-таки расстались? Понятно. Ты лучше скажи, что вообще у тебя произошло. Как это вообще получилось? У меня ничего не хочет. Все, все, все. Есть что сказать и рязанским дорожным полицейским, инспекторам, озабоченным массовым высыпанием или, если хотите, выезжанием на рязанские улицы, мотоциклистов, владельцев мотороллеров и прочих неорганизованных обеспеченных ездоков, которые зачастую имеют весьма смутное представление о правилах дорожного движения. Да и сами байкеры беззащитные перед могучими не очень автомобилями становятся жертвами городских ДТП из серии «Если не ты, так в тебя». 14 июня в Канищево на улице Интернациональной произошло ДТП с участием скутера. Молодой человек верхом на своем двухколесном товарище и с другом на заднем сидении решил повернуть из очень крайнего ряда налево. Водитель автомобиля Киев, в свою очередь, не смог предугадать маневр 15-летнего скутериста. 15-летний подросток, житель города Рязани, не имея права управления транспортными средствами, брали мотоцикл «Орион» вместе с 16-летним пассажиром. Двигался по улице Интернациональной. Оба мотоциклиста не использовали мотошлем. При повороте налево водитель мотоцикла не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с двигавшимся ему навстречу автомобилем Киев под управлением 27-летнего жителя города Рязани. В результате происшествия оба мотоциклиста получили серьезные травмы головы. Пассажиру понадобилась более серьезная помощь медиков. Он был доставлен в областную клиническую полицию города Рязани в состоянии кома. Водитель мотоцикла получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины, с которыми обращался в детскую областную клиническую больницу города Рязани. После чего ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Данное видео вызвало большой резонанс. Сколько бы горячих споров в социальных сетях не разводили рязанцы, исход происшествия печален. Но водитель Киев не виноват и возмещать материальный ущерб он никому не обязан. По данному факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное расследование. Родители несовершеннолетнего водителя мотоцикла будут привлечены к административной ответственности за недобросовестное воспитание своего ребенка. Мотоцикл находился в доступном месте для несовершеннолетнего, чем он и воспользовался, не предупредив при этом родителей о своем намерении покататься. Сколько еще крови прольется на асфальт, прежде чем родители вот таких товарищей поймут, что скутер детям не игрушка. Фатальная ошибка каждого из родителей – поверить в ответственность и знание ПДД своих зеленых чат. Любите своих детей, дарите им свое время, свою заботу. Они смертельно опасны и в беспечных руках машины. Ну, на сегодня у нас почти все. Почти это потому, что есть еще информация о победе главного врача 2-й Рязанской поликлиники Олега Нагибина во всероссийском конкурсе «Лучший врач 2013 года». Его работа взяла первое место в номинации «Лучший руководитель медицинской организации». Новость в Рязани уже широко известна, но вот заполучить в нашу студию Олега Александровича удалось только что. А потому до встречи в студии программы подробности. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова